Вопрос. Какова минимальная граница пути, при котором дозволено разговляться? Ответ. Хвала Аллаху. Большинство ученых считало, что расстояние, при котором можно сокращать молитву и разговляться постящемуся, равно 48 милям. Ибн Кудама сказал, «Мазхаб Абу Абдилляха», то есть имама Ахмада, в том, что сокращать молитву не дозволено, если преодолено менее чем 16 фарсахов. Один фарсах равен 3 милям, то есть получается 48 миль. Ибн Аббас примерно подсчитал это расстояние и сказал, «От Усфана до Мекки, от Таифа до Мекки и от Джедды до Мекки». Таким образом, расстояние для сокращения молитвы будет равно двум дням. Таково мнение Ибн Аббаса и Ибн Умара. Также считал Малик, Аллейф и Ашшафи'и. Если перевести это расстояние в километры, то это примерно равно 80 километрам. Шейх Ибн Аббас, говоря о расстоянии в пути, сказал, «Большинство ученых определяют его размер примерно 80 километрами для того, кто едет на машине, летит в самолете или плывет на корабле». Этот путь и тот, что близок к этому, называется путешествием, сафаром. И считается таковым среди людей. И он известен среди мусульман. И если человек отправился в путь на верблюде или пешком, на машине, на самолете или на плавательном судне, на такое расстояние и более этого, то он считается путником. Постоянному комитету задали вопрос о расстоянии, при котором молитвы можно сокращать, и может ли таксист, который преодолевает более 80 километров, сокращать молитву. Постоянный комитет ответил, «По мнению большинства ученых, расстояние, при котором дозволено сокращать молитвы, равно примерно 80 километрам. И таксист, и любой другой человек может сокращать молитву, если он желает преодолеть расстояние, которое мы упомянули в начале ответа или более этого». Некоторые ученые считали, что путешествие не ограничивается определенным расстоянием. И для этого необходимо обратиться к обычаю. То, что среди людей считается путешествием, является путешествием, в котором можно использовать облегчение и разрешение шариата, такие как совмещение молитв, сокращение их и разговение. Шейх Ибн Таймия сказал, «Сильный довод у того, кто считал дозволенным по шариату сокращение молитвы и разговения с путешествием вообще, а не с определенным видом путешествия. Это и есть верное мнение». Шейху Ибн Усеймину задали вопрос о расстоянии, при котором путник сокращает молитвы, и может ли он совмещать молитвы, не сокращая их. Он ответил, «Расстояние, при котором путник может сокращать молитву, некоторые ученые ограничили 83 километрами. Другие ученые ограничили его тем, что обычно называется путешествием, даже если путь займет менее 80 километров. И то, о чем люди сказали, что это не является путешествием, даже если путь занимает 100 километров, таковым не является. Последнее мнение избрал верным Ибн Таймия, да помилует его Аллах, потому что Аллах не ограничил расстояние путешествия, при котором дозволено сокращать молитву. Как и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ограничил путешествия определенным расстоянием. Анас Ибн Налик, да будет доволен им Аллах, сказал, что посланник Аллаха, когда выходил в путь, равный 3 милям или 3 фарсахам, совершал молитву по 2 араката. Этот хадис приводит Муслим, под номером 691. Мнение Ибн Таймии, да помилует его Всевышний Аллах, ближе к истине. В том случае, когда понимание путешествия в обычаях людей различается, можно взять мнение об определенном расстоянии, так как это мнение некоторых имамов и ученых, сделавших ичтихад. В этом нет ничего плохого, если пожелает Аллах. Но если обычай людей в понимании путешествия един, то верно в вопросе определения путешествия обращаться к этому обычаю.